здравствуйте дорогие друзья мы команда путь сердца в лице коса и лу которая сейчас меня снимает мы приветствуем вас и хотим наконец-то раскрыть все карты мы готовы к взлету дело в том что уже несколько месяцев мы работаем с командой над созданием новой очень интересной яркой рубрики эту рубрику мы назвали народный storytelling искусство рассказывать истории storytelling народный если у вас есть чем вы хотите поделиться с миром и вы просто не можете этого не сделать у вас просто переполняет потому что ваша история она способна вдохновить возможно множество людей вы значит герой нашей рубрики и у вас есть шанс рассказать свою историю поведать ее миру но друзья поймите нас правильно у каждой нашей передачи у каждой нашей рубрике которую мы запускаем есть определенный формат и этот формат это путь сердца потому что наши фильмы как вы видите они должны вдохновлять давать надежду помогать развиваться сопровождать на пути если у вас ваша история она про трансформацию про то как вы нашли свой путь жизни как вы идете по нему и вы искренне хотите поделиться этой истории означает что мы вас приглашаем и вам очень рады дорогие друзья как это сделать все просто у нас есть ссылка на анкету пожалуйста тщательно прочитайте в анкете вся информация подробнейшим образом описано после чего вы делаете storytelling присылаете нам и в чате telegram будет проведено голосование если у нас будет большой поток входящей информации естественным образом это будет обрабатываться каждому уделяется внимание и те работы которые проходят определенный отбор они становятся героями нашей рубрики народный старитейлинг добро пожаловать мы вас приглашаем о чем с самого детства я занимался очень экстремальными штуками но где-то год назад со мной произошла очень необычная встреча которая сильно поменяла мою жизнь и мое отношение разными словами это можно описать возможно лучшее это прикосновение к божественному я машу ему рукой он в ответ не машет плавником я такой ладно попробую еще раз просто уже поверь и доверься тому что происходит но наша природа так устроены наш мозг так устроен что мы до последнего будем сопротивляться то есть мы будем видеть очевидные вещи но не будем в них верить и и и и и и и и и нас и и и и и и и и в и и и и всегда хотелось достичь максимально пикового переживания, то есть почувствовать вот эту неуловимую грань. И обратной стороной этой экстремальной истории является то, что ты очень сильно можешь пострадать. Были ситуации, когда я вот-вот-вот-вот прям вот так вот мог перейти уже в следующую реинкарнацию. Но где-то год назад со мной произошла очень необычная встреча, которая сильно поменяла мою жизнь и мое отношение к жизни и мой взгляд на то, чем я занимаюсь. То, чем я занимался на протяжении 20 лет, перестало меня интересовать так ярко и так сильно, и это, можно сказать, поменяло мою жизнь на до и после. То есть, когда я жил в Новокузнецке, я не мог себе представить, даже вот гипотетически не мог представить, что когда-либо я окажусь в компании китов, и они будут водить вокруг меня хоровод, я буду снимать это на видео. Даже когда я переехал жить к океану и начал заниматься серфингом, и увидел, что моя подруга Ира Кособукина съездила уже к китам, почему-то у меня в голове стояли какие-то ограничения, что это как бы круто, но для меня это слишком круто. То есть, я не мог себе в голове позволить такую ситуацию, что вот я возьму и поеду китам, потому что это далеко, это дорого. То есть, все время в голове возникали какие-то а-ля отговорки, почему это мне не подходит. Но, собственно говоря, после встречи с Ирой, она сказала, Степан, ну, если ты себе в голове строишь какие-то границы, то каким образом у тебя в жизни что-то может произойти, если ты уже здесь, в своей коробочке, создал вот еще одну маленькую коробочку. Я такой подумал, да действительно, мечтать можно про все, что угодно на свете. Почему я себе в голове делаю вот эти ограничения. И я начал работать со своими ограничениями, и ровно через год оказался с китами. В какой-то момент мы вышли в океан на лодке. Очень красиво вокруг, синий океан, большие волны, очень сильный ветер. И тут я понимаю, что я сижу с камерой. У нашего капитана точно такая же красная шапочка, как у Кусто. И мы находимся в экспедиции и ищем китов. Я как будто бы попал в прошлое, вот в этот телевизор, и стал, собственно говоря, этим самым Кусто. В этот момент лодка останавливается. Под нами киты. Я переваливаюсь через борт. Вот вижу брошечку вот этого потрясающего кита. И меня разрывают просто на миллионы маленьких частиц. Я машу ему рукой, и кит в ответ машет мне плавником. В этот момент ты такой... Так, подождите. Вот, то есть я сейчас нахожусь под водой. Вижу огромного кита, с которым мы друг на друга смотрим. И разговариваем без помощи слов. Я такой, ладно, попробую еще раз. И я чувствую посыл от кита, что давай, человек, уже поверь, что чудеса происходят. И они происходят с тобой и прямо сейчас. Я машу ему второй раз рукой. Он тут же мне машет своим плавником в ответ и говорит, тебе не кажется. Это происходит в реальной жизни. Просто уже поверь и доверься тому, что происходит. Но наша природа так устроена, наш мозг так устроен, что мы до последнего будем сопротивляться. То есть мы будем видеть очевидные вещи, но не будем в них верить. И кит, как бы видя мои сомнения, что вот я уже практически сделал этот шаг в то, чтобы поверить в это чудо, но еще не до конца, говорит, ну давай еще что-нибудь придумай. И тогда уж точно поверишь. И я плыву, делаю проворот на 360 градусов под водой. И кит посылает мне посыл. Вот сейчас ты точно поверишь. И он делает ровно то же самое. То есть он повторяет все мои движения и проворачивается на 360 градусов. Ну и в этот момент просто мой котелок загибает, крышечка отлетает далеко за пределы нашей планеты и начинает происходить вот эта магия общения, магия контакта. Ты смотришь в глаз киту и чувствуешь, как, можно сказать, из сердца в сердце передается вот что-то, какое-то знание. И оно настолько обширное, настолько мощное и настолько всеобъемлющее, что очень сложно понять его. И очень сложно его принять, потому что оно вот гигантское. Это как вот маленький сосуд, в который пытаются поместить нечто огромное. И в какой-то момент вот эти стенки сосуда начинают ломаться и рушиться. И ты распыдаешься на мелкие части. И стало сразу, в секунду понятно, что все наши негативные проявления, агрессия, злость, это все из-за недостатка любви. И киты как будто бы говорили нам, вот, ребята, вот этой любви на самом деле нет конца и нет края. Ее много. И что мы все едины. И что верить в чудо – это нормально. То есть чудеса с нами происходят постоянно. И с тех пор чудес происходят все больше и больше в моей жизни. И я благодарен этим волшебным сознаниям за то, что они поделились со мной своим очень огромным сознанием. И с того момента очень сильно я начал чувствовать любовь, причем любовь ко всему. К себе, к окружающим, к планете. Вообще ко всему, что у нас есть. И пришло осознание того, что все из нее сделано. То есть мы есть любовь, и по-другому быть не может. И когда ты начинаешь это понимать и принимать, и смотреть на мир с позиции любви, он открывает тебе очень интересные двери. И ты понимаешь, что вселенная и мир, он заботится прежде всего, заботится о тебе. И все сделано для того, чтобы заботиться о тебе.